Дистиллированная вода, раствор фенолфталиина – это реактивы, необходимые для проведения эксперимента растворения триэтиламина в воде. Третий ламин – это бесцветная жидкость с очень острым характерным запахом. В пробирку я наливаю дистиллированной воды. Добавляю в нее несколько капель спиртового раствора фенолфталиина. И теперь добавляю триэтиламин. Мы видим, что на контакте образуется очень характерная для фенолфталиина малиновая окраска. Триэтиламин имеет щелочную среду. Я добавляю к раствору триэтиламина в воде соляной кислоты. Мы хорошо видим, что триэтиламин, растворенный в воде, очень легко реагирует соляной кислотой. И признаком этой реакции является полное обесцвечивание окраски фенолфталиина. Проведем опыт взаимодействия триэтиламина с соляной кислотой. Для этого я воспользуюсь полоской фильтровальной бумаги, на которую с помощью палочки нанесу несколько капель жидкого триэтиламина. Я тщательно закрываю склянку с амином, отставляю его в сторону. Теперь к этой бумаге я подношу пипетку из капельницы с соляной кислотой. Мы видим, что даже пары соляной кислоты уже легко взаимодействуют с триэтиламином. Продукты этой реакции – твёрдая соль триэтиламмония. Это хлорид триэтиламмония. Сейчас мы проверим, горит ли триэтиламин. Для этого я смочу полоску фильтровальной бумаги жидким триэтиламином. И внесу эту полоску в пламя спиртовки. Мы видим, что триэтиламин горит слегка светящимся пламенем. В БЮКСе находится аминоуксусная кислота. Это кристаллическое вещество. Мы видим блестящие мелкие кристаллы белого цвета. Это простейшая аминокислота. Другое название – глицин. Я насыпаю несколько шпателей аминоксусной кислоты в стаканчик. С тем, чтобы проверить растворимость аминокислоты в воде. К порошку аминокислоты я добавляю дистиллированной воды. И тщательно перемешиваю. Аминокислоты, как правило, очень хорошо растворимы в воде. Легко образуют однородный, истинный раствор. Я отливаю полученного раствора в три других стаканчика для того, чтобы проверить действие индикаторов на раствор аминокислоты. В первой из них я помещаю полоску, смоченную универсальным индикатором. Она имеет жёлтый цвет, и мы видим, что в растворе аминокислоты её цвет не изменился. В один из стаканчиков с аминокислотой я добавляю растворы фиолетового лакмуса. Мы отмечаем, что лакмус в растворе аминокислоты не меняет свой цвет, оставаясь фиолетовым. Аминоуксусная кислота – это моноамино-монокарбоновая кислота, и реакция среды её нейтральная. К раствору аминокислоты я добавляю раствор метилоранжа, имеющего оранжевый цвет в нейтральном растворе. Третий, наиболее известный индикатор – это фенолфталиин. При добавлении его к раствораминокислоты не происходит изменение окраски. Раствор аминоксусной кислоты имеет нейтральную среду. Анилин – это бесцветная, тяжёлая, маслянистая жидкость. Её слабый жёлтый цвет связан с очень большой лёгкостью к окислению. Анилин – это ядовитое вещество, и работа с ним требует очень большой осторожности. С помощью стеклянной палочки я помещаю несколько капель анилина на полоску фильтровальной бумаги. И проверяю, горит ли анилин. Анилин легко горит сильно коптящим пламенем. Изучим отношение анилина к кислотам. Для этого вначале я проверю растворимость анилина в воде. К нескольким миллилитрам дистиллированной воды я добавлю несколько капель анилина. Хорошо видно, что анилин не смешивается с водой. Интенсивное перемешивание приводит к образованию взвеси, которое очень быстро разделяется, и граница раздела жидкостей легко восстанавливается. Анилин нерастворим в воде. Добавим к этому раствору соляную кислоту. Я использую концентрированную соляную кислоту. Мы наблюдаем, как перемешиваются эти жидкости. У них разная плотность. И пока не очевидны признаки реакции. Я перемешаю их. Мы видим, что получился однородный раствор, непрозрачный, взвесь. Я добавляю несколько капель соляной кислоты. И мы видим, что однородность восстановлена, и появилась прозрачность раствора. Это раствор хлорида анилина. Анилин растворяется в соляной кислоте. Анилин растворяется в соляной кислоте. Я готовлю взвесь анилина в воде. Для этого в пробирку помещаю несколько миллилитров дистиллированной воды. Добавлю в эту пробирку несколько капель анилина. И к полученной взвесе анилина в воде буду добавлять бромную воду. Мы видим, что реакция проходит при обычных условиях. И признак ее характерный белый осадок – 3-бром-анилина. Анилин – реакционно способное вещество. Для проведения этого опыта мы используем дистиллированную воду, которую наливаю в стаканчик, и белок куриного яйца. Я доливаю белок в дистиллированную воду. Белок – это плотная жидкость. Она находится на дне стакана. Но тщательное перемешивание приводит к образованию практически однородной системы. Белок образует в воде коллоидный раствор. Он полупрозрачен. Я зажигаю спиртовку. Наливаю в демонстрационную пробирку коллоидного раствора белка в дистиллированной воде. Закрепляю пробирку в держалке и осторожно нагреваю содержимое пробирки. Уже при небольшом нагревании хорошо видны изменения, происходящие в растворе. Он перестает быть прозрачным. Появляется белый осадок. Это и есть свернувшийся белок. Температура нагревания вызывает свертывание коллоидного раствора белка. Я наливаю в стаканчик коллоидный раствор белка в дистиллированной воде. И добавляю к нему разбавленный раствор азотной кислоты. Признак реакции образование осадка. Белок денатурирован. Денатурация белка происходит и под действием растворов солей тяжелых металлов. К раствору белка я добавляю раствор сульфата меди. Признаком реакции является образование белого непрозрачного осадка. Это свернувшийся белок. Для проведения биоретовой реакции, качественной реакции на белок, я готовлю щелочной раствор гидроксида меди-2. Для этого к нескольким миллилитрам раствора щелочи я добавлю несколько капель голубого раствора сульфата меди. На контакте этих жидкостей образуется гидроксид меди-2, ярко-голубой осадок. К этому осадку я добавляю раствор белка в воде. Фиолетовая слегка лиловая окраска была видна при первом контакте этих жидкостей. Я перемешала раствор и теперь нагрею его. При нагревании окраска станет более явной. Биоретовая реакция это реакция на пептидную связь. И поэтому ее можно провести практически с любым растворимым в воде белком. Я осторожно нагреваю смесь, не доводя ее до кипения. Затем даю отстояться. То есть осесть на дно плохо растворимым веществам в воде. И мы видим характерный признак этой реакции. Фиолетовый раствор с лиловым отливом. Ксантопротеиновая реакция на белок. Это реакция белка, содержащего аминокислоты, с бензольным кольцом. Например, белок куриного яйца. К этому веществу я добавляю азотную кислоту, концентрированную. При контакте мы видим вначале осаждение белка, то есть изменение его растворимости. Теперь пробирку с этим раствором я закрепляю в держалке и нагрею в пламени спиртовки. Ксантопротеиновая реакция проходит тоже при нагревании. Мы видим побочно, как свертывается белок. Происходит его денатурация. При этом виден и признак ксантопротеиновой реакции. Это появление желтого окрашивания. Перед вами образцы термопластичных пластмасс. А это изделия из полиэтилена и гранулированный полиэтилен. Пенополистирол и изделия из полистирола разных видов. Полихлорвинил, чрезвычайно часто употребляющийся полимер. Термореактивные пластмассы менее известны и применяются несколько реже. Они имеют характерную окраску, темную. Они незаменимы сегодня в строительном деле. Широко применяется в быту и пластмасса на основе мочевиноформальдегидной смолы, продукта реакции поликонденсации. В чашке Петри находится кусочек капруновой ленты. Я помещаю на капруновую ленту несколько капель серной кислоты. В середине находятся капли муравьиной кислоты. Слева от нас находятся капли щелочи. Исследуем свойства капрона по отношению к растворам кислот и щелочей. Мы видим, что капрон устойчив к действию щелочей и не устойчив к действию кислот. Пластмассы, то есть материалы на основе полимеров, можно распознать по характеру их горения. Здесь наиболее употребимые пластмассы – полиэтилен, полистирол и оргстекло. Я возьму с помощью пинцета несколько гранул каждого из них и проверю характер горения этих полимеров. Полиэтилен – достаточно легкоплавкий материал, легко загорается, горит вне пламени, голубым слегка светящимся вверху пламенем и легко плавится. Можно видеть каплю полиэтилена. Полистирол – чаще твердый материал. Загорается немного труднее, но характер пламени иной. Он горит сильно коптящим пламенем. Оргстекло или полиметилметокрилат загорается не так легко, но горит устойчивым пламенем, слегка светящимся с характерным потрескиванием. Изучим отношение полиэтилена к растворам кислот, щелочей и окислителем. Я добавляю полиэтиленовую крошку к раствору едкого натра, серной кислоты и раствора перманганата калия. Я тщательно перемешаю содержимое во всех стаканчиках. Полиэтилен – легкий материал, его плотность меньше единицы. Мы видим, что в растворе щелочи изменений нет. В растворе серной кислоты изменений тоже нет. В третьем стаканчике мы видим, что ни полиэтилен, ни раствор перманганата калия не изменились при контакте. Полиэтилен – химически очень инертный материал. Он не взаимодействует ни с кислотами, ни с щелочами, ни с окислителями. Полихлорвинил или поливинилхлорид – это продукт многотоннажного производства. Эту пластмассу можно обнаружить, определяя хлор в органическом веществе. Для этого я прокаливаю медную проволочку и прикасаюсь к обложке тетради и вношу спираль в пламя спиртовки. Я вижу зеленое окрашивание. Я прикасаюсь к трубке, которая сделана из хлоропренового каучука. Там тоже содержится хлор. Я прикасаюсь к куску линолеума, покрытого полихлорвиниловой пленкой. Я опять обнаруживаю хлор. Основой кожи заменителя является тоже полихлорвинил. Я прикасаюсь спиралью к ремню. Зеленый цвет говорит – там есть хлор. На основе полихлорвинила выполнена и обложка учебника. И изолятор электропроводов. И изолятор электропроводов. Я прикасаюсь с хлором. Я прикасаюсь с хлором. У вас будет на полихлорвинил. Я прикасаюсь. Продолжение следует...